Приветствую вас. Ну что же, вы просите, получается, не говорить о том, что человек мог, ну, как-то измениться, да, вы просите не говорить о том, что не могло там что-то случиться, произойти. И так далее. Вот. Поэтому об этом говорить я не буду. Удивительно то, что вы, получается, думали над предложением мужчины 6 лет, да, 6,5 лет. И, соответственно, только при определенных обстоятельствах, когда, ну, появился какой-то риск человека потерять, да, вы, получается, забеспокоились. Вот. Как-то вы, получается, поняли, что он самый близкий вам человек. Вот. Ну, я бы рассмотрел вот этот момент в первую очередь. Потому что, мне кажется, что в него много упирается. То есть в то, что человек может, ну, быть не с вами. Вот. То, что человек может, ну, как-то вот не захотеть, да, быть с вами. И вас это пугает. Я думаю, что в той или иной степени вы, вероятно, боитесь сближения, да. Вот. То есть у вас могут быть определенные трудности с выстраиванием личных границ. И отсюда вы, вот, можете, вот, человека как-то устраняться. Сначала. Вот. А потом, наоборот. Ага, к нему стремится. Вот. То есть тут есть вот свои такие моменты, на которые, естественно, нужно обратить внимание. Вот. И сейчас, как мне кажется, вы переживаете в той или иной степени потерю контроля. Вот. Вот. Вы переживаете. Ага, вы боитесь потерять этот самый контроль. Как мне кажется. Ну, от мужчины, я имею в виду, конечно. И вот. У вас такие переживания. Вам нужно постараться увидеть свою личную заинтересованность в этой ситуации. То есть что будет, если мужчина вас бросит, например. Ну, не бросит, а вот вы расстанетесь. Что произойдет? Как вы будете себя, ну, чувствовать, да? И так далее. Вот. То есть, ну, что для вас это будет значить? Вот. Я думаю, что с этой войны не начинать. А дальше, когда вы будете раскрывать, свои чувства и свои конфликты внутренние. В общем, можно будет как раз говорить о том, как вам реагировать. Вот. Вот как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Ага, надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что это было полезно. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. позволит вам сформулировать для себя базовые постулаты для психотерапии. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Спасибо.